добрый день дорогие друзья с вами капля и мы продолжаем говорить о пользе врагов еще одна очень важная составляющая знаете позитива в кавычках или в итоге от наших врагов это то что не очень хорошо умеют вытащить нас из зоны комфорта нам бывает очень сложно самим сделать шаг из вот этого потрясающего лайтового мира в который мы сами себя поместили обратите внимание первое великое пробуждение в церкви я не имею ввиду вот проповедь петра до во дворе язычников или там возле храма возле красных ворот когда петр сыном шли нет нет я имею ввиду вот это вот великое миссионерское нашествие христиан которые побежали из иудеи обратите внимание израиль того времени он ну достаточно интересная страна несмотря на то что иудеи были жестко против христиан тем не менее христиане собирались притворе соломоновым то есть во дворе язычников рядом шло служение иудеев и здесь же собирались христиане и они собирались вместе это были диспуты и они были может быть наполнены горечью и прочими вещами но это были диспуты только некоторые из них были очень ожесточенными христиане по сути в иерусалиме и иудеи жили в определенной зоне комфорта в определенной я не имею ввиду что вообще все было очень хорошо нет но они строили дома бог воскрешал мертвых исцелял больных мы читаем в книге деяния огромное количество потрясающих вещей и через некоторое время вся иудея наполнилась евангелем еще когда иисус проповедовал помните люди в из фарисеев саддуке в говорили весь мир идет за ним вот эти христиане которые жили в иерусалиме церковь была большая достаточно влиятельная и вдруг начинается внешнее давление гонения иерусалим пал храм разрушен и так далее так далее и христиане разбегаются под натиском врагов по всему миру и огонь евангелия через несколько столетий охватывает весь населяемый в то время мир смотрите враги помогли людям выйти из их зоны комфорта и стать успешными в том в чем они должны были действовать то же самое происходит с нами мы сидя в своей зоне комфорта не всегда находим мужество или должной мотивации другого порядка для того чтобы выйти и начать делать то к чему мы призваны нам страшно начинать что-то новое чем мы боимся перемен и вот здесь на сцену выходят враги которые могут нас к этому подтолкнуть и очень часто они бывают именно теми людьми которые делают это они выпихивают нас из зоны комфорта и мы вынуждены двигаться в какую бы то ни было 100